ну а я с вами и уже покушал мороженое продолжаю репортаж и мы ходим по этому базару который называется green dragon вот пожалуйста вам амиши там вот так все происходит вот это такой базарчик доктор повел ходит здесь никого не трогает так показывает мне пойдем посмотрим вчера я показывал помидоры по 3 доллара так уж на поле да нам посмотри а здесь помидорчики смотрите в это ведро 9.95 ночью хорошие помидорчики сами какие по 9.95 то есть 10 долларов а в нем тоже сколько паунтов паунтов 30 до что получается не так уже и дорого очень классно и он может помочь нам вот этот амиш который и вот мы видим этого местного джентльмена амиша который продает эти помидорчики угощает это что сыр до дур-дур-дур тут же у нас кукуруза перец в общем товара здесь как всегда много помидорчики виноград персики всяко разные перец в общем баклажаны что тут еще смотри свекла да тут ну как она на обычном базарчике все классно это домашняя да вот смотрите как то возможно да вот так вот мы живем идем дальше доктор смотри какие персики а яблоки а яблоки ну-ка заговори вот этого джентльмена из корня делают они сок типа кваса нету не квас нет просто сок какой-то делается из корней из корней сейчас доктор тебе клиенты появятся ну в общем доктор смотри как прекрасно мы ходили вот это общаемся и медик смотрите какой яблочки не ну базарчик мне нравится здесь столько такого товара я все не могу заснять ну достаточно очень достаточно всего вкусного классного ну в общем так вот мы с доктором можно сказать и идем по этому базарчику это рынок получается да большой вот тут и мебель мы смотрели уже аммишевскую чуток чутка нету понимаешь здесь смотрите вот тоже товар классный о сариме на виноград это не место конечно мнение это привозное сибирь ну вот так доктор все и происходит так что мы заходим и сразу видим такие чепчики это значит о чем-то говорит ночью доктор мы заходим прически такие интересные зале какой классный этот самый green dragon да сколько товара здесь а кто любит сладости посмотрите они делают все не только это самое не сладкие вещи всякие чутка нет и булочки и выпечка вот это смотрите как все происходит в косыночках прическа такая видите ну так доктор а здесь кофе даже да среди кофе и самые лучшие самые лучшие сорта кофе ты хотя бы поинтересовался чтобы но это плохо что-то не пьешь кофе а кофе вкусно и смотрите там кофе и опыт это ну так вот интересно такие лица как будто мы попали с тобой в другой штат да а это оказывается штат персильвания и мы с доктором прогуливаемся поэтому green dragon ну посмотрите как все происходит одежды ну в общем вот так вот все и происходит у нас товара достаточно вкусного доктор смотрите присмотрелся уже к этому к арбузику так сколько же такой арбуза в тяпишь с косточками сколько пять долларов вот здесь сколько вам стоит у меня есть такой один с косточками ну может не хватит наши тут же хочет хорошо но я с вами и иду по рынку а доктора берет арбуз мы продолжаем идти по рынку и вот доктор вот мы еще один мы и а A а а в и и а и и и а вот так мы путешествуем с доктором по этому рынку но мы вот шли шли с доктором и зашли в мебельный отдел среди какой стул стол с такими вот классическими стульями смотрите как оригинальная доктору понравилось так что вы если любитель экзотики такой только смотрим смотри как из корой даже найдет черка файлы можно ложить ну понятно чтобы ты уже отчитывался так готовился к таксовому а кресла какие-то кресла качалки да кресло смотри какие шикарные подожди сейчас я покажу вот это еще стол такой вот интересный а лавка какая они прямо с этим самым вот и лавка какая лавка такая классная не ну смотри какие края такие идут не ровно так красиво и стулья классные ну так вот мы попали с оленем смотри доктора кроватка смотри а а это шкаф смотри зеркало такое кроватка такая смотрите какая классная доктор а чую смотри как вы легко на колесиках они крутятся не на все сделано как положено а вот это смотри какая скамеечка дай садишься на нее и получаешь удовольствие смотри какая классная ну вот чтобы она подумала что мы только показываем вам пищу помидоры огурцы баклажаны да вот мы показали вам все таки уголок мебели который вы можете приобрести здесь ну а мы идем дальше но идем дальше для любителей значит сладостей опять же показываем удивительные вещи которые здесь есть у нас который вы можете купить и кушать вот амиши и именно нет и они готовы для вас и мебель делать и напитки и мороженое все для вас же вы получали вот эта радость и удовольствие да да то а это зачем очередь стоит это вот лишь любители значит вот этих вещей так а вот детские игрушки так все для детей да как говорят дети это наше настоящее и наше будущее если ты устал допустим можешь сесть и перекусить так выпить 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 тут же как как кока-колы дадут а что дарить фанты она во льду так холодненькая опять же очень неплохой базарчик и мне это нравится и почему с доктором и прихожу по нему потому что я получаю какое-то удовольствие даже но мы дошли до колбаса виду колбасы да всякие сосы че лучше вы не знаю и фруктов и овощей и мебели игрушек ну достаточно всего смотрится все аппетитно все классно доктор доволен и эти сказали вам скажу что многие вещи мне здесь понравились что у нас я такого даже не находил и хотел бы чтобы у нас она была но похоже шины будет так придется наверно у перцельванию переезжать так поближе камешем так ну вот мы только выходим с одного павильона и идем по этому базару или рынку дальше и так мы с доктором зашли в другой павильон и вы видите опять эти чепчики и наши люди вот это дорогие амиши значит именно нет и он и здесь работают хотя я их не могу различить кто кто есть кто кто из них кто не знаю пока еще не могу различать вот они продают мясо мясо здесь их побольше скажу и фрукты и овощи в общем то вот такие вот чепчики красивые девчонки продают здесь мороженое здесь похоже доктор это что мороженое это салаты ничего себе паста как сыр паста сыр мягкий сыр вот этот с добавками а ну ка он называется чедо ренч ну как мягкий сыр с добавками со всякими намазывать очень классно очень хорошо и здесь у нас все те же девочки где а я не могу их отличить кто из них амишка кто из них минометка по шапочкам видишь впереди а белая за а где минометка покажи меня от этой а это кто стоит ничего себе значит тоже справа слева вот это а минометка доктор меня учит так как различать а вы уже сами ориентируйтесь опять товара много здесь минометки стенд вот это минометки так так что 9 долларов но то же самое ведро надо а это что за товар доктор смотри да как ты отличаешь эти чепчики а там надутая такая вот это доктор вершина минометка я еще еще с трудом ориентируюсь на вам будет проще у меня мелькает здесь все быстро так а у доктора она не мелькает да вот эта девочка вонами на нет к она продает так аккуратненько все доктор идем дальше волнуйтесь все идем проходим дальше о доктор наконец-то пришел своему хозяйству как а че себе ту паунс и цена фурер и фурмина так похоже скоро я начну их отличать вот это так я Мой брат, я думаю, уже был. Это мой брат. В общем, доктор, ты вот здесь покупаешь всегда эту колбаску, да, ты говорил, она очень вкусная такая, да? Вот, видишь, колбаса какая-то. Она как зачепленная. Она в этом. Вот это вот, доктор любит такую колбаску. Вот. Копченая, да, ничего себе, все отлично. Ну, в общем, доктор приготовил деньги. А сколько стоит паунд такой колбаски? Ну, она стоит резаная, вот эта вот, 11, а куском он нам по 9 дает. О! Это я с ним договор сделал. Ну, ничего себе. Понюшал же, говорит, сегодня был здесь. Да, я. Ну, в общем, вот так, доктор, счастлив, какая улыбка, довольный. Мой брат уже тут. Да. Я понял, колбаска нравится ему, так? Ну, что, а после колбаски мы идем дальше. Так что я с вами, мы продолжаем путешествие по этому рынку. Ну, мы продолжаем путешествие по этому рынку. Ну, если вы хотите сладости, пожалуйста. Вот. Нас ждут. Девочка продает все эти сладости. Куда идем, доктор? Ну, мы уже вышли из этого павильона и пойдем дальше. Покажем что-нибудь другое. Итак, мы вышли, значит, с павильонов и идем дальше. И доктор хочет показать стоянку. Стоянку, где паркуются амиши, где паркуются, значит, с лошадьми. Вот это называется семейная пассажирская. А ну-ка, доктор, давай рассказывай. Ну, как венок у нас, да? Семейная пассажирская отодвигается. Так вот, стекло там. Давайте мы посмотрим на лошадку. Вот это, так? Лошадка. Какие у нее зубы, так? Она идет до мэна, так? Лошадка. Глаза. А что-то зубы еще там, это? Ну, она дышит. Смотрите, вот я показываю просто, какая карета. Смотри, да? А вот эта карета, вот эта? Это молодежная. Ты говоришь, это семейная, да, доктор? Это семейная. Пассажирская такая. Смотрите, какие колеса, дверь открывается там. В общем, классно все. Вот это вот молодежная для холостяков. Похоже, видишь, она это. Это девчачья. Больше похоже на девчачью она. Потому что пацаны красят черные. Мне кажется, это той девчонки, с которой я разговаривал. Это девчонка на ней ездит. А как сдает она назад? Как она включает заднюю скорость? А она вот так ее раз и она назад. А вот это вот грузовая, видишь? Короче, это для девчат, вот эта вот повозочка. Молодые. Молодежь тут катается на ней. Смотри, уже все, поворотники, да, аккумуляторы. Смотри, свет, фары вон. Смотри, рессоры, лошадка такая классная. Ну, в общем, смотри, доктор. А это какая получается? А это грузовая. А, это грузовик. Полевой такой. Видел? Это грузовые есть с кабинкой. Есть кабинка такая. И это так. В общем, смотри. А это просто ведь не грузовая такая. Вы-то еще не забывайте, доктор, что сейчас на дворе это 2015 год. Ничего страшного. У них время сильно не изменяет. Смотрите, вот такая вот телега. Это грузовая. На ней, значит, как грузовичок работает она. Вот такая лошадка. И она ее везет. Вот это вот следующий вариант. Это прогулка для девчонок. Девчата на таких ездят. А если на черного цвета, значит парни, да? Вот. Тоже лошадка такая классная стоит, ждет свою хозяюшку, девчонку. А вон та, ты говорил, та. А то пассажирская семья. А, эта семья, допустим, приехала на рынок, да? На Green Dragon, как мы сегодня на зеленом этом драконе. И вот, пожалуйста. В общем, показали вам три кареты. И, опять же, на фоне вот этого Green Dragon, смотри, что получается. Что получается? Такая парковка. Здесь паркуется 2015 год все-таки. Здесь паркуются современные машины, на которых приезжают люди. И тут же, рядом вот это, под навесами, сделано для лошадей. Для амишей. И вот для велосипедов. И для велосипедов. Для минонитов. Ну и что ты думаешь, доктор? Я думаю, что я, наверное, все-таки закончу свой репортаж. Репортаж уйдет к концу уже. Я, наверное, буду заканчивать уже, наверное, на фоне этой лошадки. Ну да, вещевые мы не будем показывать. Там, китайская. Да. Ну, а с вами был, как всегда, так? Да. И вы меня даже уже узнали по голосу. И я приближаюсь к этой лошадке. Вот. Конечно же, ваш журналист, которого вы узнали уже по голосу, Гон Павло. Я в Персильвании, значит, на рынке Green Dragon. Специально для вас велосипедовый репортаж этого рынка. И до следующих репортажей. Ваш журналюга или журналист в третьем-четвертом поколении, Эдон Павло. Я с вами.